Гость 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 Господь дал мне видение. И это было видение здания вашей церкви. Знаете, и в этом видении я сначала увидел здание, форму его, а потом увидел, как вот такая вереница людей с двух сторон, даже с трех как бы туда идет. Поэтому здание это замечательно. Мы в нашей церкви, где я являюсь пастором, имеем здание. И знаете, это замечательно иметь свое здание. Но церковь это не здание по большому счету. Церковь это собрание святых. И поэтому важно, конечно, молиться нам, вкладывать в здание. Но самое основное, чтобы это здание было наполнено. Наполнено святыми. Одиннадцатая глава Евангелия Теяна. Это известная глава. Знаете, что я обратил на что внимание? С некоторого времени Господь мне начал полагать на сердце, перечитывать те места Писания, которые я думаю, что я знаю лучше других. Ну, согласитесь, что, особенно если вы используете все еще, как я, консервативно Библию в таком виде, то когда, например, проповедник называет там пророк Амос или Наум, и сразу шелест такой раздается. И некоторые говорят, что они малые пророки, потому что их найти тяжело. Но есть определенные места Писания, которые мы, я бы сказал, что хорошо знаем. И я признаюсь вам, что был такой какой-то период в моей жизни, когда я проповедовал, проповедую много. Я решил, что, ну, буду находить вот такие места Писания, которые никому почти неизвестны. И, естественно, это привлекает такой уже чисто человеческий интерес. А что же в этом месте Писания можно сказать и так далее. Но через какое-то время я обнаружил, что Бог меня начал подвигать в другую, как бы, такую сферу. Наоборот, те места Писания, которые я думаю, что я знаю наизусть. И когда я начал перечитывать, я обнаружил, что это такая кладезь, потому что Слово Божие, оно неисчерпаемое. И я обнаружил, что вот в этом Слове, таком, кажется, нам известном, мы находим такие заложенные сильные духовные принципы, исполняя которые мы обязательно получим благословение. Более того, когда мы читаем Ветхий Завет, так и написано в Ветхом Завете, что это образы, которые написаны для нас. Но когда мы читаем Новый Завет, то подчас мы больше обращаем внимание, особенно если это касается Евангелия, на повествовательную сторону. На то, что как бы события, мы эти события, естественно, берем для себя. Но я обнаружил, что и в Новом Завете есть много образов или принципов, уроков, можно как угодно это называть. И вот когда мы начинаем читать 11 главу, здесь написано, был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Церковь, которая пастором называется Вифания. Я помню, когда у нас появилась первая группа прославления, один брат и несколько сестер, я спросил, а как вас зовут? Они говорят, ну мы просто группа прославления, то у нас негласно появилось такое название – Лазарь и сестры. И до сей поры они не имеют другого названия, а все в церкви так и называют – Лазарь и сестры. Хотя там уже Лазарей добавилось, и сестер тоже. И смотрите, я хотел бы, чтобы мы обращали внимание, когда мы читаем на каждое слово. Здесь очень интересное словосочетание – некто – Лазарь. И размышляя над этим, я вижу здесь две важных таких стороны. С одной стороны, Лазарь не был единственным Лазарем, который существовал в то время. Мы читаем притчу о богачей Лазаре, и я лично считаю, что это не притча, потому что это единственная, если это притча Христа, где упоминается какое-либо имя. Все другие не имеют имен, поэтому, скорее всего, что это реальное событие, которое Господь открыл нашему Господу Иисусу, и Он таким образом рассказал об этом. Но здесь мы обнаруживаем, что, в принципе, Лазарей было много. И поэтому, с одной стороны, Лазарь был один из многих. С другой стороны, упоминается его имя. Почему это важно для нас сегодня? Потому что, с одной стороны, возможно, мы не носим уникальное имя. Конечно, если ваши родители постарались, возможно, они дали вам какое-то уникальное имя, или же вы, может быть, другой национальности, и ваше имя не распространено среди, скажем, русскоговорящих или русских. И тогда у вас уникальное имя именно в этой среде. Но в большинстве из нас имена, которые повторяются. И поэтому, с одной стороны, мы один из многих, я один из многих Леонидов. Но, с другой стороны, Господь знает меня по имени. Это очень важно понимать. С одной стороны, не превозноситься и не считать, что я один в своем роде, больше нет никого подобного. Я один такой способный, я один могу только это сделать, Я одна могу только это совершить, никто другой. Гордость – это очень опасная штука. Но, с другой стороны, это говорит о том, что Господь знает вас по имени. Он знает те проблемы, которые у вас есть. Он знает ваши победы и ваши поражения. Он знает вас так, как никто другой. И когда Бог дает одному человеку откровение о другом, то это поражает. Потому что иногда Бог открывает такие детали и подробности жизни с одной целью, чтобы показать, он знает вас. И он хочет с вами иметь дело. И поэтому мы здесь обнаруживаем, что некто Лазарь несет в себе вот такое огромное значение для каждого из нас. И вот Мария, та, которая помазала Господа миром, отерла ноги его волосами своими, она послала сообщить, что Лазарь болен. Что мы делаем, когда человек заболел? Особенно, если мы можем посетить, естественно, мы торопимся близкого нам человека посетить. Современное средство коммуникации позволяет позвонить, даже увидеть, и каким-то образом выразить свое сочувствие, выразить свое участие. Мы, как верующие люди, молимся прежде всего. И поэтому сестры Мария, Марфа, они послали сказать ему, Господи, тот, кого ты любишь, болен. Здесь подчеркивается, подчеркивается и к нам, что Бог нас любит. И Он знает наши проблемы. Но реакция Христа, она неожиданная. Неожиданна тем, что Он поступает не так, как мы ожидаем. Я хочу сказать, что когда мы ожидаем что-то от человека, Он поступает иначе, это вызывает в нас недоумение, негодование, непонимание. И тем более, если это со стороны Господа. Потому что Господь имеет свойство удивлять нас. Он имеет свойство поступать не так, как мы ожидали. И это даже и с Божьими людьми таким же образом. Иногда и Божьи люди, если они имеют повеление от Господа, поступают не так, как другие ожидают от них. И еще раз подчеркивается, что 5 стих «Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря». Но 6 стих говорит вещь, как бы противоположную тому, что ожидается от человека, который любит тебя. 6 стих говорит «Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился». Именно это происходит в нашей жизни. Когда мы говорим «Господь, Ты знаешь мою проблему, Ты знаешь, что происходит в семье, Ты знаешь, что происходит с моим здоровьем, Ты знаешь, что происходит во взаимоотношениях с тем-то и тем-то». Естественно, мы ожидаем, что придет то, что должно произойти по нашему пониманию. Но что происходит? Часто происходит то, что называется «ничего не происходит». И это время не такое легкое для нас. Хорошо рассказывать свидетельства, но это свидетельство, чтобы рассказать, надо сначала его пережить. И переживать его не так легко, как рассказывать. Я могу просто сказать как пример. Смотрите, мы иногда попадаем в глупые ситуации. Иногда нас где-то обижают. А проходит время, мы со смехом их рассказываем. Но когда они происходят, далеко не до смеха. Когда они происходят, у нас иногда слезы на глазах. Мы переживаем, мы ведем себя, можно сказать, так, что потом стыдно по час за это. И вот смотрите, Иисус вместо того, чтобы пойти, подчеркнуто, Он любил Лазаря. Он любил Марфу, Он любил Марию. Но вместо того, чтобы идти, Он остался там, где есть. Что такое остаться там, где есть? Это значит, ты ничего не можешь сделать для того, кто ожидает от тебя. И поэтому иногда в нашей жизни происходит так, что ничего не происходит. И это тяжелое время. И интересно, что дальше, когда ученики имеют с Ним общение, они по-своему истолковывают Его ожидания. Потому что до этого Его хотели там побить камнями. И поэтому они считают, что, а, Он не идет в Ифанию, потому что боится. Он не идет в Ифанию, потому что опять может произойти вот это гонение на Него. Но я думаю, что одна из самых больших опасностей – это пытаться истолковать, почему же не происходит то, что, на наш взгляд, должно произойти. И хорошо еще, если это касается нас. Но ведь мы обычно пытаемся истолковать то, что происходит с другим человеком. Мы пытаемся истолковать то, что не происходит с другим человеком. И пытаемся найти объяснение. Я вам хочу сказать, чуть дальше мы увидим объяснения, подчас весьма глупые. Я хочу просто сказать, как пример. У нас, на нашем небольшом переулочке, где мы жили, произошла трагедия у наших соседей напротив. Утонул сын 37 лет и внучка 11 лет. И они были очень дороги нам. Эта девочка, однажды мы взяли ее в такую заграничную христианскую поездку. И что удивительно, мама ее свидетельствовала, она утонула в море, что целую неделю она ходила и пела такую детскую песню, которую ее научили в этом лагере. «Как же на небо я попаду?» Знаете, наверное, есть такая песня. Ну, в любом случае она существует. Там вопрос на велосипеде или на ракете, или еще на чем-то. И мама говорит, я по-другому уже взглянула на эту песню, когда эта трагедия произошла. И вот первые, кому они позвонили, эти дедушка с бабушкой, потерявшая сына и внучку, это нам с женой. Хотя они были людьми, которые относились к старообрядцам, фактически абсолютно неверующие люди. И они позвонили нам, хотя дружили со всеми. И когда мы вышли из дому идти-то, вот примерно до этой стены, в их дом, моя жена спросила меня, что мы им скажем? Хороший вопрос. Что ты можешь сказать в такой ситуации людям, потерявшим сына, внучку, к тому же не верящим в Бога, и не имеющим надежды встретиться там, на небесах? И я сказал своей жене, я считаю, что это был правильный совет от Господа. Я сказал своей жене, сделаем две вещи. Первое, мы придем и посидим просто с ними, помолчим. Второе, мы попросим разрешения у них помолиться за них. И именно это мы сделали. И эти люди, это длинная история, в конце концов, вот этот дедушка, он пришел к Господу, но что я хочу сказать? Иногда самое лучшее, что ты можешь сделать, пытаясь объяснить, что происходит с кем-то, это помолчать. Вспомните, что друзья Ева были замечательными друзьями только до момента того, как они начали говорить. Когда они пришли, семь дней они сидели и молчали, это были самые лучшие друзья Ева. Но когда они начали говорить, их статус резко понизился, они врагами стали. Поэтому, если вы не имеете откровения от Бога насчет того, что происходит с кем-то, даже близким вам человеку, лучше молчать, нежели говорить глупые слова. И особенно люди, которые переживают трагедию, они делились со мной своими переживаниями, они говорили, самое большое утешение у нас были те, те, которые приходили и с нами молились. И самое большое негодование в нас вызывали те, которые приходили и пытались что-то объяснить. Потому что иногда мы не можем объяснить о том, почему происходит так или иначе. Иногда об этом мы узнаем гораздо позже, а иногда мы об этом не знаем никогда, потому что не на все нам Бог дает объяснение в этой жизни. В моей жизни произошла такая трагедия. Моя сестра погибла в автокатастрофе. Это произошло в пятницу, в четверг. Зная, что в воскресенье я буду проповедовать. Я был в другой стране. Я подготовил проповедь о радости. И когда пришло воскресенье, братья там, где я должен был служить, они мне сказали, Леонид, мы понимаем тебя. Мы хотели бы, чтобы ты говорил, чтобы ты участвовал, но мы понимаем твое состояние. И скорее всего, мы уже к этому готовы, подготовили других людей, что ты не будешь участвовать в служении, потому что мы понимаем, как тяжело тебе. Знаете, я перед этим молился в субботу. Это был тяжелый день для меня. Я должен был сделать выбор, каким образом мне вести себя. Должен ли я действительно проповедовать, тем более, что я верил, что это слово именно я получил для воскресенья, за день до трагедии. И я принял решение. Я буду проповедовать о том, что мне дал Господь. И я думаю, вы понимаете, что в таком состоянии проповедовать о радости ты по-другому переосмысливаешь слово радость. Ты понимаешь его глубокий смысл. Я проповедовал для себя в первую очередь. И я понял по-новому, совершенно по-новому, что такое радость. Да, она имеет внешнее выражение. Это правда. Но не всегда. Самое глубокое понимание радости – это одна из составляющих плода Духа. Духа нашего, но под действием Духа Святого. И с той поры для меня это открылось по-новому. Что такое действительно радость среди трудностей, среди страданий, среди тогда, когда все замечательно и превосходно. И поэтому ученики не поняли. Они не понимали, что говорит Господь. Очень важно. Сегодня было это очень хорошо сказано. Мы должны услышать. Но еще нужно послушание. Но еще нужно и понимание. Потому что здесь Господь говорит удивительные слова. Он говорит им, что Лазарь, это 11 стих, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Лазарь в тому времени был уже мертв. О чем говорил Господь? Была это шутка? Нет. Почему он говорил такие слова? Первое я хочу сказать, ученики не поняли, о чем идет речь. Они понимали это с земной точки зрения. Иисус говорил с точки зрения божественной. Вот что происходит с нами, или точнее не происходит часто. Господь говорит нам, но нам нужно еще услышать. Нам нужно понять, что... А для того, чтобы понять, надо знать голос Божий. И надо знать принципы Божьи. Надо знать, что Господь вкладывает в каждое отдельно взятое слово. И поэтому они не поняли. Он говорил о том, что он умер. И после этого Иисус говорил о смерти его. Они думали, что он говорил о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер». Потому что с точки зрения человека, смерть – это прекращение земного существования. С точки зрения Божьей, смерть наступает только тогда, когда происходит вечное разделение человека с Богом. Поэтому, если верующий человек умирает, то он умирает для земной жизни, для Бога он живой. Я бы сказал, он живее всех живых. И поэтому нужно знать Божий язык. Как знать нам Божий язык? Через Божье Слово, прежде всего. И поэтому, когда Господь говорит, нам надо слышать, нам нужно понять и после этого притворить это в жизнь. Есть люди, которые слышат, но они не могут это растворить верой, они не могут это притворить в жизнь, потому что они не понимают, о чем говорит Господь. Вот почему иногда сидит в церкви, сидят люди, но одни понимают, о чем речь, а другие даже возмущаются, потому что они не понимают. Поэтому необходимо молиться, чтобы Бог открывал нам Слово, таким образом, чтобы мы понимали Его глубокую суть. и особенно мне нравится то, о чем я упомянул уже в 16 стих, но 15 еще говорит интересную вещь. Христос говорит, я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к Нему. То есть, Христос, Он говорит, трудное обстоятельство, трагедия, проблема, еще что-то похожее, оно для славы Божьей, оно для того, чтобы прославился Господь. Это для того, чтобы мы что-то новое раскрыли в Господе, что-то в себе раскрыли новое, в Божьем свете, в другом человеке, обрели новую ценность жизни. Но Фома говорит здесь замечательные слова. Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с ним. Знаете, это очень почти комическая ситуация, потому что они должны были пойти, чтобы Лазарь с ними живым и стал живым. А Фома говорит, пойдем мы живые, умрем и будем как мертвые вместе с мертвым. Вот что значит не понимать сути Слова Божьего. Вот что значит не понимать, когда Господь тебе говорит. Вот что значит не понимать что предназначено для нас. И тогда мы не выбираем жизнь, мы выбираем смерть. Мы не выбираем победу, мы выбираем поражение. И поэтому Фома, он думал, что он сказал, знаете, так это, я представляю, как Фома это говорил с таким, знаете, патетически и так с пафосом таким, пойдем и мы умрем с ним. Я представляю, как Христос смотрел. Вообще ученики, если читать Писание, они, конечно же, гордились, что они были с Христом. Это точно так, как мы гордимся, если мы знаем кого-то, так сказать, людей каких-то известных. Может, мы случайно там на селфи попали, но зато мы уже можем гордиться, что мы там. И ученики, знаете, как, например, притч о сеятеле. Очень интересно, когда мы читаем Писание, вот именно с такой точки зрения, там Христос говорит о поле, о сеятеле, я представляю, там ученики вокруг себя так. Да, да, да. А потом, когда остались наедине, они говорят, Господи, а что-то ты говорил там? Что бы это вообще все значило? То есть, иногда мы что-то похожее делаем, мы даже готовы пойти и умереть, а надо пойти и жить. И самое интересное начинается тогда, когда Христос все же пошел туда. К моменту прихода Христа уже четыре дня он был во гробе. Знаете, однажды я задался целью понять, почему вот все же здесь об этом говорится. Что я нашел? Я не утверждаю, что это правда, но я нашел, что равен и учили, что человек может воскреснуть через три дня после своей смерти, но не позже. Я не думаю, что там кто-то воскресал от того, что они учили, но по крайней мере такое истолкование раввинистического учения существует. И вполне вероятно, что Христос ждал экстра день, чтобы никто не сказал, что а, ну вот это вот произошло. Знаете, даже есть такие богословы, которые пытаются найти человеческое объяснение. Я читал у одного известного богослова, который говорит, ну, почему Христос сказал, забросьте сети по правую сторону. Он говорит, там стоял высоко на берегу, увидел косяк, рыба идет, вода прозрачная, сверху все видно. Вот он и говорит, забросьте туда сети. Конечно, человеческий разум, он часто пытается сверхъестественное объяснить какими-то естественными вещами. Но мы понимаем, что Господь это Господь сверхъестественного. Это Бог, который творит чудеса. У меня нет времени много рассказывать. Мы активно трудимся в миссионерской деятельности в нашем братстве Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской Беларуси. Я первый заместитель епископа и отвечаю также за миссионерскую социальную работу. Социальную больше курирую, а миссионерскую возглавляю. И знаете, у нас есть миссионеры в разных странах и иногда эти миссионеры не сильно выглядят вначале как миссионеры, я вам хочу сказать. Это вот как этот пастор, который говорил, что ты только с виду кажешься бестолкован. И был такой случай, мы посылали здесь в Сибирь одних миссионеров, они до сей поры трудятся в достаточно таком отдаленном месте. И я помню, эта семья пришла, они не с нашей церкви, с другой, но они пришли, чтобы я помолился, благословил, напутствия какие-то дал. И мы побеседовали с этой семьей, очень молодая семья, маленькие детки. и когда эта сестра уходила, она уже почти закрыла дверь, потом говорит, Леонид Викторович, кстати, столько-то лет назад вы были в нашей церкви, вы делали призыв тех, кто хочет быть миссионером, я выходила вперед, и через вас было пророческое слово, что я поеду на миссию. И это слово меня ободрило, и вот мечта сбылась. Ну, я сказал, слава Господу, молишься за многих людей, естественно, не все помнишь, они ушли, я попытался вспомнить, и на удивление я вспомнил. Вспомнил, и мне стало стыдно. Скажете, почему? Потому что я вспомнил не только те слова, которые были пророческие, но и то, что я думал после этого. А думал я следующее, я настолько четко это все вспомнил, что я верю, что только Господь может это напомнить. Я вспомнил, я после того, как это слово было пророческое, я посмотрел на эту девчушку, тогда она не была замужем, и сам себе думаю, ну какая с нее миссионерка? Она не похожа на миссионерку совершенно. и думаю, Господи, ну, если это было не от Тебя, уж прости, пожалуйста, меня, может я в каком-то таком, знаете, запале на пике воодушевления, может быть, я так сказал, но прости, Господь. То есть человеческими глазами многое не выглядит так, как на самом деле. И вот Марфа, она пошла навстречу, я называю это место реабилитация Марфы, потому что когда-то Господь говорил, что Марфа, ты все-все заботишься, вот Мария избрала благую часть, но в данном случае Мария осталась, Марфа вышла. И Марфа говорит, Господи, если бы ты был здесь, то был бы жив брат наш Лазарь. Я думаю, в нашей жизни такие моменты бывают. Когда мы говорим, Господи, вот если бы тогда пришел ответ, вот если бы сейчас это произошло. Итак, Писание говорит, что мы не должны почитать его промедление, на самом деле промедление. И что отвечает Господь? Господь говорит, что воскреснет брат твой. На что отвечает Марфа? Марфа говорит, я знаю. Да, воскреснет. Но когда воскреснет? В последний день. То есть, мы сталкиваемся с той проблемой, которая существует практически у каждого из нас. У нас есть вера, но эта вера не идет очень далеко. Ну, хорошо, если у вас жена вера, так вера всегда с вами. но если у вас жена не вера, то ее нет постоянно с вами. И поэтому у нас есть вера, но иногда мы четко ставим границу этой веры и даже объясняем Господу. Господь говорит, вот то и то произойдем. Мы говорим, да, знаем, знаем, но это не сейчас, и это не со мной, и это не таким образом, и это не так, как вот представляется. Да, это возможно, что мы не понимаем Господа, я говорил об этом, но когда дело касается веры, есть вещи, которые идут дальше нашего помышления. Почему? Я думаю, вы знаете хорошо, это место Писания, одно из самых моих любимых мест Писания, это то, что мы читаем в послании к Ефесиным. Третья глава, 20-21 стих, «О тому, кто действующий в вас силой, в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века». Вы знаете, какая самая большая скорость в мире? Не скорость света, самая большая скорость в мире – это скорость мысли, потому что вы можете сидеть и умиленно смотреть на меня, но вы где-то по луне можете бродить в это время. Поэтому скорость мысли, она огромна. Но что говорит здесь Писание устами апостола Павла в этой главе 3-й Ефесиным? Оно говорит, что Бог может сделать несравненно, намного больше другими словами. Не то, что только мы мечтаем о чем, мыслим. Не только то, что мы верим, но намного больше. Но мы подчас ограничиваем это. И мы читаем, что Марфа говорит, Господи, да, воскреснет, точно, но не сейчас. Он воскреснет последний день. А Господь говорил о воскресении сейчас. Господь говорил, что это возможно в нашей жизни. Господь говорит, что это в твоей жизни произойдет. Знаете, интересно, как Бог раз за разом возвращал меня в детство. Причем Он показывал меня со стороны. Я видел себя не один раз со стороны, будучи взрослым, в каких-то ситуациях, что происходило со мной в детстве. И это говорит мне о том, что наши мысли даже не напрасны. Вы знаете, однажды, когда я был в Норвегии, я люблю эту страну, и обычно раз в год приезжал туда, и возможно, это было десятый раз, пятнадцатый, когда я был в Норвегии, однажды, вдруг, на одном служении, я увидел видение. Я увидел себя со стороны. И знаете, так отчетливо, что даже на фотографии я себя таким не видел. Мальчиком лет двенадцати, наверное. и я увидел, что я сижу за столом в том доме, в котором я вырос, и я увидел себя, что я смотрю на географическую карту. А это правда, в детстве я любил часами рассматривать географические карты. Я выучил каждую столицу мира, хорошо знал географию и имел четверку по ней, потому что я всегда поправлял нашего учителя директора школы. И хорошо, что еще четверку получил, потому что он меня боялся этот учитель. И я не только увидел себя со стороны, я услышал, что я говорю. Это было удивительно. Я увидел себя, как я вот так палец у меня стоит на карте Норвегии. И я услышал, как я говорю такие слова. Вот здесь я точно никогда не буду. Знаете, это настолько поразило меня. И для меня слово вот это в Ефесе намажило, потому что Господь тебе тем самым показал, что даже ты боялся мечтать об этом. Ты даже боялся говорить об этом. Но Бог способен это исполнить. Возможно, есть какая-то проблема у тебя, нужда, о которой ты молился и уже перестал молиться, потому что ты не увидел ответа. Я хочу сказать, что разве что Господь тебе сказал, что это глупая молитва. Разве что Господь сказал, как апостолу Павлу, что ну хватит об этом молиться. Я верю, что мы правильно должны понимать то место Писания, где Господь сказал апостолу Павлу довольности и благодати моей. Я думаю, что не три раза Павел молился, а три раза Господь ему просто говорил об этом. Но если мы не получили этого, нам надо продолжать молиться. Не потому, что наш Бог не слышит, а потому, что Он хочет увидеть, что для нас это важно, что это вера, которая есть в нас. И поэтому Марфа говорит, Он воскреснет не сейчас, Господь, Он воскреснет потом. Там были плакальщики, это были профессиональные плакальщики. Потому, что когда Иисус сказал, что Он воскреснет, эти плакальщики вдруг стали смеяться. Потому, что у них работа была такая плакать. Иногда встречаешь таких людей, им даже не платят за это, но они все равно плачут. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что очень важно, чтобы нас вера шла до конца с нами. Шла до того момента, когда мы не получим этот ответ. Моя мама молилась за моего отца 48 лет, прежде чем он пришел к Господу. Когда я рассказал это в церкви, ко мне подошло несколько сестер и сказала, пастор, вы нас больше так не ободряйте. Одна говорит, я только год начала как молиться. Вторая говорит, я только два года молюсь. Знаете, я про эту оборотную сторону даже не подумал. Но если бы вы знали моего отца, я более противника христианства пока еще не встречал в своей жизни, ни до, ни после. Но мой отец обратился к Господу. И когда он был жестким человеком, ни разу не видел его плачущим, точнее один раз, когда он был очень пьян. Но когда я пришел к Богу, он выгнал меня из дому, он хотел убить мою сестру, когда она покаялась. И когда он в конце концов пришел к Господу, я даже не знал это, он последние семь лет жизни был верующим, он ходил на базар и проповедовал там. Конечно, старая природа не быстро уходит, одна девушка начала с ним смеяться, ах ты баптист, он за ней погнался. Конечно, это иногда есть в нашей еще жизни, но по крайней мере у него было жила, и может он хотел погнаться, чтобы ее обратить, я не знаю, но я что хочу сказать, в конце этой истории Лазарь обрел воскресенье, он обрел жизнь, и ученики, которые, как Фома, может быть, хотели пойти умереть с ним, увидели, что Лазарь жив вместе с ними. Дальше в следующей главе мы читаем, что первосвященники искали убить Лазаря, потому что у него было такое сильное свидетельство. Мы будем молиться, подходим к молитве, и что я хочу сказать, если у вас есть нужда, может быть, вы устали, может быть, вы не молились именно об этом, есть вещи, которые мы как-то оставляем, все, мы обо всем молимся, об этом не молимся, иногда это даже наше интимное отношение, иногда это какие-то вещи связаны с определенной сферой, а Бог способен это сделать, Он намного больше дает, чем мы ожидаем, но важно понимать Господа, и когда мы будем молиться, мы будем молиться о том, чтобы Бог вновь возгрел эту веру в вас, может быть, она именно к этой определенной вещи потеряна, и это выглядит странно, мне нет времени рассказать вам, как я в 30 лет начал учить английский язык, думаю, что знаю его хорошо, потому что я переводил министра иностранных дел Белоруссии и в парламенте одно время, но моя учительница английского когда-то сказала обо мне и моем друге, который тоже сдал английский кандидатский минимум, она сказала вот эти двое умрут, никогда два слова вместе по-английски не скажут, и я жил с этим, но пришел момент, когда еще был Советский Союз, еще не было свободы, пастор подошел ко мне и сказал, я до сих пор не знаю почему ко мне, я ничем не выделялся, может быть только с виду кажусь бестолковым и сказал он сказал Леонид учи английский потому что скоро придет свобода и нам нужно будет посылать студентов учить богословие за границу я стал первым студентом с нашего братства который уехал учиться за границу еще с одним братом вдвоем знаете я побоялся сказать пастору то что казала мне учительница я поверил пастору больше и правильно сделал это длинная история но много было там проблем но первое что я увидел там покаялась одна девушка на этом среде этих курсов где я пошел учиться для меня это был знак большой многие другие чудеса произошли но кому мы поверим то что человек говорит или то что говорит нам слово божие либо человек божий на основании слова кому поверишь ты сегодня господь которые потеряли всякие отношения внутри своей семьи мы просим тебя господь восстанови эти отношения сделай господь так чтобы эти люди повернулись к ним и чтобы они повернулись здесь есть человек которому так сложно сказать прости и из-за этого столько проблем возникает в жизни если бы это было слово прости не было бы того позорного положения в котором находится этот человек я прошу тебя коснись сейчас духом святым и помоги сказать эти слова перед теми людьми которые виновны даже перед этим человеком но слова эти необходимо сказать чтобы пришел мир восстановление я прошу тебя дай понять о ком это идет речь чтобы этот человек смог сделать этот важный шаг потому что это от тебя наставление господь я также прошу тебя господи тот кто потерял всякие отношения со своей дочерью это подросток который ведет себя ужасно но мать пришло ожесточение в сердце и в результате этот мост вообще уже разрушен практически пошли любовь принятие я верю что придет ответное чувство к дочери господь я молю тебя благослови церковь чтобы это видение я увидел уже наяву господь здание этой церкви и народ который туда стекается благослови господь служителей церкви всех кто задействован служение пусть имя твое будет прославлено в их жизни через них пусть господи они будут теми людьми которые говорят слово твое и слово веры в людей чтобы всякие сомнения ушли у них прошу тебя во имя Иисуса Христа аминь благослови вас господь